Всем привет! Хочу рассказать про еще одну из своих ловушек. Это байок. Размеры этой ловушки 16 сантиметров, 14 сантиметров и 11 сантиметров. Так ловушка находится в сложенном состоянии. Можно палочку положить вовнутрь. Удобно транспортировать. Нести на ловлю можно в пакете. Размер небольшой. Здесь находится пружина. Сделано несколько витков. Потом такая душка, которую при установке надо немножко отогнуть. В палочке есть прорезь. В эту прорезь вставляется прутик и фиксируется. И ловушка находится практически во взведенном состоянии. В боевое положение взводится так. Опускается дверка. Устанавливается сторожок. Поднимается второй сторожок. Второй сторожок висит на ниточках. И когда ловушка срабатывает, он не улетает никуда. Просто опускается вниз. Птичка садится на дверку. Потом на жердочку. Причем в этой ловушке жердочка практически вся свободна. И птица свободно может войти. В большинстве ловушек Вот эта палочка находится посередине, что делят пополам. Ну и может крупная птица не захочет войти. А тот же дрозд может влезть в эту ловушку. Птичка садится, сбивает палочку и ловушка срабатывает. Как и в других ловушках, здесь есть дверка для удобства изъятия птицы. У меня есть таких две ловушки. Во второй ловушке все то же самое. Но здесь пружина немножко по-другому сделана. Она немного сильнее. Возможно на большую птицу. Например, дубоноса ловить. Взводится так же. Единственное, здесь на леске сделана нижняя палочка, жердочка. На леске немного неудобно. На охоте я ставлю барашек посередине и две ловушки по бокам. В барашке находится манок. Например, это щегол. Пролетающий щегол может сесть на одну из ловушек и залезть. В одну можно положить репейник, в другую семечки на выбор. Эту конструкцию можно и подвесить. Из проволоки можно сделать крючочки, повесить на барашек, а барашек подвесить куда-нибудь повыше. В этом барашке расстояние между прутиками полсантиметра и хищная птица не сможет взять манка. Подъемная дверка. Продолжение следует...